Мы с вами уже обсуждали переходы от натуральных чисел в целом к рациональным веществам. Мы абсолютно четко с вами уже проделали переход от чисел натуральных к числам в целом. И на самом деле ровно так же производится переход от чисел в целом к числам в рациональном. А именно, что такое рациональное число? Для того, чтобы его определить, мы должны рассматривать пару чисел, где а число натуральное, б число целое. Согласна? А, придуешь, там 0, наверное. Что? Почему? Нормально. Знаменатель – это число натуральное, числитель – это число целое. То есть потом окажется, что это вот такая дробь. Потом окажется, что это b разделить на а – такая дробь. И в каком случае мы скажем, что пара а – b эквивалентна паре c – d? Очень просто. Когда потом окажется, что d деленное на c равняется a делить на b. Так? А когда это окажется? Когда b – c – это a – d. Разумно? Итак, определение. Рациональное число получается как класс эквивалентности пар целых чисел. Разумно? При этом одна пара а – b эквивалентна паре c – d, если произведение b – c равняется произведению a – d. Разумеется, нужно сейчас доказать то же самое, что мы делали при переходе от натуральных чисел к целым. То есть, нужно доказать, что вот это отношение является симметричным. Каким оно еще является? Рефлексивным. Транзитивным. Еще каким? Рефлексивным. Рефлексивным, да? Рефлексивное, симметричное, транзитивное. И это нам даст представление о том, что действительно это классы эквивалентности. Ну, геометрически это крайне легко объяснить, показать. Потому что, смотрите, что такое b, деленное на a. Если у нас есть точка с координатами a, b, то на самом деле b, деленное на a – это тангенс вот этого угла. Согласно? Тангенс этого угла. Соответственно, мы говорим, что эквивалентные, если лежат на одном луче, который выходит из начала координат. Вот все точки с целыми координатами, которые лежат на луче, выходящем из начала координат, мы объявляем эквивалентными. Разумеется, эта картинка, строго говоря, не нужна. То есть, если мы собираемся алневарически все делать, то мы можем, ну, совсем просто. Значит, почему, например, симметричное отношение? Почему то, что c, d эквивалентно a, b равносильно этому равенству? Ну, понятно, почему. Что такое b, c равно a, d? Это значит, произведение крайних равно произведению средних. Когда вы переставили, у вас опять вот это вот a, d, а это b, c. Согласны? Теперь, почему эфлексит? То есть, почему пара a, b эквивалентна паре a, b? Ну, потому что произведение средних – это a, b, а произведение крайних – это тоже a, b. Согласны? Посложнее, конечно, объяснить транзитивность. Ну, давайте посмотрим. Значит, представим себе, что пара a, b эквивалентна паре c, d, а пара c, d эквивалентна какой-то там паре x, y. Хорошо. В таком случае давайте запишем, что нам дано и что нужно доказать. Дано. a, d равняется b, c. Дано. c, y равняется d, x. А что нужно доказать? Доказать нужно, что a, y равняется b, x. Пожалуйста, кто это сделает? Мы попробуем. Давайте, давайте, давайте. Нет, вся математика легкая. Можем вот это перевножить просто. Можем, можем, да вот это сделайте. a, d, c, y, да, что? a, d, c, y, да, что? b, c, d, x. Неужели? Так, конечно. И что мы дальше делаем? А дальше вот эти мы можем выкинуть. Ну, называется разделим обе части на что? На c, d. На c и потом на d. То есть, а мы уже делим? Нет, ну, смотрите, у меня натуральные числа долго с вами в прошлом году. Это все. Это натуральные числа. Да, вот. А на самом деле, Алисе, в чем-то права. Здесь честно, как же мы можем делить? Вот давайте думать, что у нас обязательно положительное. Мы можем ее закратить в c. Давайте подумаем. У нас первое число обязательно натуральное. Да? Значит, на c сократить можно. Мы это не доказывали, строго говоря. Для натуральных? Для целых. Для целых. Это разница, что зависит от для целых. Нет, нет, нет. Смотрите, в прошлом уроке мы с вами разбирались и, разумеется, в какой-то момент остановились. Потому что, нет, нет, понимаете, совсем строгую теорию это заняло бы у нас не один урок. Потому что нужно действительно доказывать, что там есть единица, что есть ноль. Это все... Почему сократить-то можно? А целое число? Да. Ну вот, хорошо, я же знаю. Ну, на натуральное число сократить можно. Ну, а целое, оно это натуральное или натуральное с минусом. Нет, я могу целых... Нет, смотрите, на самом деле, конечно, c может быть нулем. То есть, почему можно сократить во всех случаях, когда d не равно нулю, это понятно. А вот почему можно сократить, когда d равно нулю, нужно просто отдельно это смотреть. Когда d равно нулю... Нет, зачем вы уходите-то? Просто когда d равно нулю, нужно спокойненько понять, что у нас тогда дано, что у нас нужно доказать. Если d равно нулю, то здесь будет ноль. Либо ноль. Здесь будет тоже ноль. И у нас получатся такие равенства. bc это ноль, так? Да. И cy это тоже ноль. Ну, смотрите, c это точно не ноль. Потому что первое число в паре у нас там вот так. Значит, что у нас нули? b и... Значит, здесь у нас стоит ноль, здесь у нас стоит ноль. И получилось все, ноль равен нулю. Так? Да. Все, спасибо. Вот, отлично. Таким образом, мы доказали, что это действительно отношение эквивалентности. Теперь надо что? Надо вводить операции. То есть, нужно научиться определять, что такое сложение для каких? Для рациональных чисел. Нужно объяснить, что такое умножение. Нужно доказать корректность этих определений. И, собственно, у нас все получится. Давайте сейчас кто-нибудь из вас выйдет и это все спокойненько расскажет. Пожалуйста. Давайте начнем с умножения. Ну, во-первых, заметим, что раз в тысяче число натуральное, то это натуральное, если есть целое, значит это целое. Так что с этим все в порядке. Так, теперь докажем, что если у нас АВ эквивалентно АВ, АСД эквивалентно СД, то, соответственно, произведение этих будет эквивалентно произведению этих. Ну, давайте напишите, дано, над этими двумя ориенствами внизу доказать, что АСД эквивалентно АСД эквивалентно АСД. Так, а ну, запишем, что значит, что здесь эквивалентность. Это что АВ большое равно АВ Д маленькое. Это дано. Да, это дано. И что СД большое равно СД маленькое. Так, что нам нужно доказать? Что А маленькое, В большое, С маленькое, В большое. То есть произведение двух крайних, да. Равно произведение средних. СД, В, А, А, СД, ну, то есть АВ, СД, Э, Д. Ну, собственно, очевидно. Очевидно в каком смысле? Нужно перемножить. Да, нужно перемножить, но там... Ну, покажите как. Значит, вот так и перемножить. Нет, как раз не так. Так, так, так. Так, да. А, так, да, извини. Прямо, прямо так и так. Спасибо. Это вы доказали для чего? Для умножения. Для умножения. Отлично. Идите на левую доску. Испомним, как мы складываем рациональные числа. В, А, С, плюс А, Д, Д, Р, А, С. И так определим. У нас будет А, С, и В, С, плюс А, Д. Это просто будет определение. Да, это будет определение. Так. Теперь опять же докажем... Ну, во-первых, опять понятно, что это натуральное, это целое. Теперь докажем, что если у нас А, что А, Д, Р, А, Д, Р, А, Д, С, Д, Р, А, Д, Р. То... Так... Атсы... 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 Можно зайти в двух рест, опять же вывести вот это. Угу. Давайте раскроем скобочки. Это можно, потому что это целые числа, да? Так... Атсы... 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 Верхнее равенство на... С... 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 Вот. Тогда получим следующее. Да, наверное, С... А нижнее равенство умножим на... Ну, нужно вот это получить. Обращение? На а... На а... Обращение. Получится тогда... С... А... С... А... А... С... Э... То есть так. Ну, и после этого сложим, получим точность то, что надо. Ну, что, заметьте, корректность определения сделана. Корректность определения доказана. Да. Теперь, что еще нужно для того, чтобы, собственно, все свойства были? Ну, это... Самое обычное... Свойства кольца нужно проверять, правильно? Да. То есть, что? Что сложение коммутативное. Что умножение коммутативное. Что умножение коммутативное. Что умножение коммутативное. Что дистрибутивное. Что есть закон дистрибутивности. Что есть ноль. Кстати, число ноль. Какой паре будет записываться? Ну, прям ноль-один. Наоборот. Один-один. Один-один, да? Да. Есть число один. Какой паре оно будет записываться? Один-один. Один-один. Так, господа, на все у нас точно терпения не хватит. Давайте, ну, я не знаю. Аня, что-нибудь вам хочется доказать или вообще все очевидно? Дистрибутивность. Дистрибутивность. Ну что, все. Аня сказала свое слово. Докажите, что вот эта операция для рациональных чисел, которые вы ввели, является дистрибутивной. Так, хорошо. Все, что это оказалось. На самом деле, все, все такие вещи доказываются одинаково. Действительно, давайте дистрибутивность. Нужно доказать, что эта штука эквивалентна. Создаем такую штуку. Равно как рациональное число или эквивалентно как пара. Эквивалентно чему? Ну, давайте. А, С, Д, С. С, Д, С. С, Д, С. С, Д, С. А, С, Д, С. А, С, Е. Нужно доказать, что эквивалентно. Так. Ну, здесь будет ужас какой-то, потому что у нас, конечно, А квадрат, да, С, Е. Так, И, да, будет ужас. Значит, А, С, В, плюс А, В, Д, Е. Почему? Ну, Д, Е. Вот это плюс вот это. Нет, понятно. Нет, понятно. Вот это А, Е. Сейчас, это Д, Е. Это Д, Е. А, 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 А. А, А, А. Ну, не знаю, когда Д, Е, обычно всегда пишут. Да, Д, Е. Ну, не знаю, но, значит, на самом деле претензии у вас к букве F, всё-таки. Андрей, буквы F напишите без вот этого. Без чего? Без вот этого пишут. Потому что она иногда всё-таки может путаться. А вообще буквы очень чётко пишут, так что нормально. Так, нужно доказать эквивалентность. Эквивалентность – это некоторое ужасное равенство. Да. И крайнее надо перемножить. А, С, Е. Да. Умножить. Что там? А, С, Б, Ф. Да. Плюс А, В, Д, Е. А, В, Д, Е. Равно. Это уже настоящее равно. Это уже в целых. Да. Уже в целых числах. А, квадрат, С, Е. Да. Б, С, Е. А, квадрат, С, К, квадрат, В, Д, Е. А, квадрат, С, К, квадрат, В, Д, Е. Плюс. А, это одно. Опять же, А, квадрат, С, К, квадрат, В, Д, Е, Ф. Плюс А, квадрат, Е, квадрат, В, Д, В, Д, С, Д. Плюс А, квадрат, В, Д, С, Д, С. И все, к do. Вот, как только мы это выписали, так, собственно, и получилось. А, там, не в одном закладе ничего не потребуется. Ну, раз ли что, там, кто. Аня. И все, да? Все. Давайте на этом, действительно, остановимся с переходом от целых чисел к рациональности. Конечно, я, строго говоря, должен был бы еще там, Понятно, проверять про единицу, про ноль. Но это все делается не сложнее, чем нам сейчас только что показали. Поэтому это все ерунда. Интересен переход от рациональных чисел к вещественным.